Всем здравствуйте, с вами подкаст «Это коснется каждого», в котором мы обсуждаем новости из области права, технологий, бизнеса и остальных сфер общественных отношений, которые войдут в нашу жизнь и окажут на нее какое-то позитивное или негативное влияние. Собственно, вторая часть выпуска. Все те же люди, Игорь, Алина, Диана, Павел. Мы здесь все в студии в ожидании новостей, которые, соответственно, принесла нам Алина сегодня и новости, которые Игорь Юрьевич для нас приготовил. В этом выпуске были, соответственно, новости от меня и от Дианы. Если не смотрели, посмотрите, что вы, ну или послушайте. На всех платформах есть, что вы, в самом деле. Итак, Алин. В прошлом выпуске, если вы его не смотрели, да, реально посмотрите, мы затрагивали очень интересную тему о колбасе с антибиотиками. У меня новость тоже. Мы разогнали из этой новости обсуждение об экологии, о глобальных проблемах, о капитализме. И у меня сегодня тоже очень горячая дискуссионная новость. Игорь уже сжал черепаху. Отпустите Антонину, Игорь. Да, отпустите Антонину Алиновну, пожалуйста. Так вот, моя новость. Оксиды азота в воздухе... Да как оксид азота может коснуться каждого? Это же газ. Может, Игорь, ну ты... Может быть, если дослушивать новость, газ не касаешься. Игорь не выдержал, не выдержал моего экологического давления, перебил меня на первом же слове. Подожди, сейчас всё можно разогнать, что, знаешь, учитывая то, что между атомами есть расстояние, технически никто никого никогда не касается. И уж тем более азоты эти. Тем более уж каждого. Да, Игорь, держи себя в руках, держи себя в руках. Так вот, главная угроза ночному опылению — это оксиды азота в воздухе. Именно оксиды азота вызывают процессы, из-за которых до цветов, до растений долетает на 70% меньше ночных опылителей. А может быть, потому что опылители ночью тоже спят? Или пчёлы, по-вашему... Есть ночные опылители, есть сумеречные пчёлы, есть пражники, есть летучие мыши. Ночной опылитель как будто идеальный ник для Твиттера, вот этого, знаешь, Алдового, когда все странные придумывают. Всё это признано экстремистскими организациями, мы всё это осуждаем, не поддерживаем. Твиттер тоже признан? Да, поэтому... А, его уже не существует, всё в порядке. Давайте первую версию, потому что тогда ляжется, что ночной опылитель, вот эти, знаешь, такие парни на BMW, которые дрочат сами на себя и дрифтуют. Вот это ночные опылители, блядь. А то есть есть ночная бабочка и ночной опылитель, да? Да, да, да. Так вот, возвращаясь к новости. Оксиды азота окисляют порядка 80% летучих веществ, которые содержатся в цветочном шлейфе, в результате чего ночные опылители не долетают до цветов и просто не находят их. Подожди, в чём новость? Кого меньше? Опылители азота? Чё им добавить? Азота много. Так вот, из чего новость состоит? А, ну, убавить не даже. А опылители, то есть в опылении более 90% дикорастущих растений и более 75% сельскохозяйственных культур, которые мы с вами едим каждый день, участвуют... Что-то так как-то много. Задействованы насекомые опылители. Называются разные цифры, но это, на мой взгляд, субъективно, ближе к реальности, потому что об этом говорят многие учёные. То есть исследование опубликовано в журнале Science, это авторитетное издание. Сейчас, в принципе, в нашей биосфере наблюдается большой кризис насекомых опылителей. И это в любом случае коснётся каждого, потому что из-за опылителей... Прогноз от Алины, тебя коснётся насекомый опылитель. Да, конечно, коснётся. Дружок наш беспокойно. То есть сокращение популяции опылителей приводит к глобальным экологическим проблемам, к глобальным экономическим проблемам. Почему? Причём этот оксид азота? Откуда он, в принципе, берётся? Вот тут тоже очень важно отметить. Это сам по себе элемент не опасный. Во-первых, он содержится в большом количестве в воздухе, которым мы дышим в атмосферном. Во-вторых, он в целом полезен для растений. Допустим, он активно используется как удобрение, азотное удобрение. Кто занимается растениями, как я, например, знает, что такое азотное удобрение и почему они важны для того, чтобы хорошо... Она занимается нашим подкастом, поняли? Овощи. Для того, чтобы набирать зелёную массу. Это очень важный элемент, макроэлемент, который участвует в фотосинтезе. Но азот образует токсичные соединения с кислородом, оксид азота, собственно, который... закись азота также образуется. И в результате чего всего этого... Пацанам Санта Гаунда приеду. Это цикл, и получается аммиак, который высоко токсичен. То есть избыток азота в воздухе, он вызывает кислотные дожди. Наш отрывный спирт. Он вызывает... Он же бодрит. Ты когда осознание теряешь, тебя аммиаком... Размножаются водоросли вредоносные. Ну, и много других экологических проблем. Вредоносные для тебя? Не только для меня. То есть если водоросли... Подожди, я не понял. Это просто естественный процесс? Это не естественный процесс. Загрязнение азотом... Это из тех же самых удобрений, которые... Два основных источника загрязнения азотом. Это сжигание ископаемого топлива. То есть это наши машины, наши предприятия, наши котельные. Даже в сигаретном дыму содержатся токсичные изъединения, которые... То есть когда сигареты мелькают во тьме, знаете, где-то один ночной опылитель... И вторая причина – это сельское хозяйство. А он не умирает? Он не опыляет просто? Откуда азот? От деятельности человека, в первую очередь. Это топливо и сельскохозяйственные предприятия. То есть ты призываешь... Это нерациональное использование... Я ни к чему... Подожди, ни к чему не призываю. Пока что. Это нерациональное использование удобрений, пестицидов и прочих вещей. И, собственно, это отходы животноводческих хозяйств. Например, навоз. Можно сказать? Можно? Можно. Вот эта фраза. Повтори её. Что мы делаем не так с сельским хозяйством и удобрением? Нерационально использование. Как это рационально? Ну, смотри... Давай возьмём, опять же, не глобально, а частности. Смотри, когда ты... Смотри, у тебя поле. Вот у тебя не подкаст, у тебя поле. Да. А ты выращиваешь рапс, не знаю. Или, не знаю, сахарную свеклу. Картофель, картофель. Картофель. Что ты выращиваешь? Ты что-то выращиваешь. А когда у тебя, допустим, есть картофельный вредитель, условные жуки, твоя задача, чтобы экономически выгодно... У тебя не просто маленький огородик 6 соток, у тебя 15 тысяч гектар этой картошки, и тебе, чтобы принять решение, чтобы потравить этого колорадского жука, тебе нужно не сходить в садовый центр и купить за 30 рублей какую-нибудь, не знаю, октару. Правильно, да. А 10 вагонов. Да, 10 вагонов, это октар. И поэтому существует такой коэффициент под названием экономический порог вредоносности. Тебе нужно рассчитать, скольким количеством... Когда урон от вредителя превысит количество затрат, тогда уже можно вложиться и спасти свою картошку. В противном случае, если ты можешь пожертвовать этой картошечкой... И очень многие нерационально подходят к использованию... Он не рассчитывает ЭПВ, не рассчитывают... Ну, типа, мы просто там до 10% побольше фигнёмся с всего. А мне кажется, что проблема глобальней. И вот то, что люди, которые, опять же, выступают... Куда же глобальней? 90%... Нет, смотри, я про другое. Растение может... Я про другое. Что когда мы говорим, опять же, про экологию и про доводы экологов, вот правильная фраза, что вы используете нерационально. Но давайте посмотрим на это действительно. Вот помните, я вам в прошлом выпуске, или 20 минут назад, сказал, что пока не будет просто мирового господства кого-то одного, ничего не изменится. Знаете, как можно сделать? Посчитать ещё коэффициент вредоносности для всего общества. И окажется, что, допустим, можно пренебречь урожаем ИП Петрова, но экологии будет полезней. То есть вот эти 5 тонн картошки всё равно пропадут условно на складах. Но для этого ИП – это вся жизнь. Конечно. И вот здесь мы как раз-таки говорим о том, что снова рыночек порешает. То есть когда у тебя стоит вопрос, что это твой бизнес, это десятки и сотни рабочих рук, которые захотят у тебя зарплату, это, в принципе, судьба твоей карьеры, там, семьи, которые стоят за этим. И ты должен понять, убивать колорадского жука или нет. Конечно, просто из-за страха за своё детище ты такой, да не просто убивать, а плюс 10% накиньте ещё, чтобы уж наверняка. И здесь сложно его обвинить в нерациональности. То есть как раз-таки его действия для него, они же суперрациональны. То есть он же пытается спасти себя, потому что если жук его победит, то конец ему. Но если мы посмотрим в глобальном плане, то, может быть, урожай этого человека не так уж и важен вообще в целом для мира. Поэтому мировое господство, ребята. Но при этом, когда этот ИП Петров обработает своё поле, свои там 2 гектара, ну, литрами этой октары, погибнет, например, вот недавно у нас был случай в Денском районе, по-моему, произошёл. И не целый Петров. Произошёл массовая гибель вяхеря. Вяхеря – это лесной голубь. Из-за того, что определённое хозяйство нерационально использовало пестициды. Яд против вяхерей. Две тысячи птиц просто погибли. Слушай, а в том же Горошандаре ежегодно вот эта проблема, что я, правда, не помню, в какое время года, кажется, ближе к осени. Скорее всего, это связано с опалением плей, но я не уверена, что очень много мёртвых птиц на улицах. Скорее всего, они просто долетают до города и погибают. Это именно с этим и связано. Плюс очень многие люди не соблюдают, допустим, рекомендации. Условно. Есть такое понятие, как лёд пчёл. Пчёлы летают днём. И, соответственно, обработку производить нужно в определённое время суток и в определённую погоду. А у многих, например, тот же ИП Петров какой-нибудь, или, не знаю, ЛПХ Петров, или, ладно, не ЛПХ, КФХ. ЛПХ – это личное пособное хозяйство. Глава КФХ Петров, он такой, у него есть пять сотрудников, которым нужно провести обработку. Они такие, мы не будем выходить на работу. Зачем нас-то обрабатывать? Во мне нет-то колорадского жуга. Когда есть сотрудники, есть вещество и техника, вот тогда и погода. Тогда мы и обрабатываем. Тогда и погода. То есть он собрал с трудом своих пять сотрудников, и они произвели обработку, например, во время лёта пчёл. И пчёлы просто умерли. Такие, ну, ребят, ну что, другого времени нет. А подождать пару часов, пока у нас нелётное время будет. Но всю популяцию порешали. Да что ж такое? И поэтому в совокупности вот все эти проблемы, вот наша хозяйственная деятельность, наше пренебрежение к окружающей среде, к определённым правилам. Да, боже мой, даже вот садоводы. Пчёлы в отмеску такие, сейчас я тебя нарыгаю ещё здесь. И человек такой, сносно, можно даже ехать. Даже садоводы в ЛПХ просто... Спасибо тебе, пчела. И пчёлы такие, да что творится-то такое. Даже садоводы в ЛПХ просто маленькие дачники, условно, покупают, они видят на своих розах, которые там, не знаю, из коллекции Остина, там с трудом достаны, привезены, выращены. Они видят, что там какая-нибудь белокрылка завелась, и всё, сразу литр этой октары, на эту белокрылку, когда можно обойтись другими методами, более рациональными. Повторюсь, что для него этот метод выглядит рационально, потому что никто, знаешь, никакой агроном не возьмётся сказать, что вы вот просто вот именно на эту белокрылку, вот сюда вот на крылышко её беленькое капните, и все умрут. Понятное дело, тем не менее, я понимаю, что невозможно мысли из крайности в крайность, либо сгорел сарай, гори и хата, либо мы делаем всё идеально, на крылышко каждой белокрылки, чтобы, не дай бог, там никакую пчелу не задеть. Так не бывает, но тем не менее, усилия каждого, индивидуальные, допустим, ИПшник, который собирался обрабатывать днём, чтобы сотрудников не дёргать, может дёрнуть пару раз своих сотрудников и обработать, когда пчёлы не летают. Ну тогда и самолётом как бы уже видно. ЛПХ-шница, которая просто увидела у себя в огороде там на своём цветнике белокрылку, может не заморачиваться, ну не ехать покупать два ведра октары, а может, не знаю, сварить чесночный отвар и попробовать сначала чесночным отваром. И попробовать, пожрать. Попробовать чесночный отвар, может у неё вообще сменятся приоритеты. В общем, экологичные, существуют нетоксичные, природные, фито, ну, как это назвать? Например, да, внуки, собирайте жука калориатского. Вот я ездил с дедушкой и бабушкой. Все мы собирали, все мы там были. Сначала личинок этих противных, потом так. Но некоторые, та же белокрылка, это маленькая такая насекомая, маленькая такая мошечка, которая просто сидит на обратной стороне листа, и как только ты трогаешь растение, она взрывается в воздух просто, и ты не соберёшь её. Можно же просто потрогать тогда листья, и она улетит. Она вернётся обратно. Ты можешь собрать её личинки, можешь собрать её следы отхода жизнедеятельности, но она всё равно возвращается. Чья личинка? Есть более нетоксичные методы, которые не вредят окружающей среде, не вредят пчёлам, не вредят рыбам, не вредят опылителям другим. А с чем тогда будут бороться экологи? Экологи? Да найдётся с чем, понимаешь? Ну, в общем, каждый может... Алина, а как в таком случае поступать, если, скажем, мы столкнулись с ситуацией, когда идёт непреднамеренное смешение биосферы? Да, объясню, например, на примере Крайма у нас есть две такие ситуации. Первая – это тот самый рапана, вот эти большие ракушки, где вот эти вечно раскраски рапаны же, его же нам завезли из Японского моря, если я не ошибаюсь. У него в Чёрном море нет естественных врагов. Нет естественных врагов. И эта рапана сожрала нам мидии. Сейчас мидии в очень-очень плачевном состоянии, медийное хозяйство. И, с другой стороны... И японские рапаны такие... У нас есть такие... Не помню, откуда завезли, такие мохнатые гусеницы, довольно ядовитые. Они нам сожрали весь грецкий орех. Это просто какая-то катастрофа. И потом они встречаются с рапанами. С самшитовой рощей. Это огнёвка, по-моему. Нет, не огнёвка. Ну, не суть, не помню, да. Есть эвазивные виды. По-хорошему, мне кажется, логично, наверное, было бы вот в таких ситуациях как раз-таки травить бы, наверное. Просто потому что... А кто их здесь уничтожит? Ну, существуют протоколы определённые на такой случай. Например, в частности, в том же Сочи просто призывают и население. Если вы видите эту фигню, то просто собирайте, давите. В Америке тоже похожая ситуация. Завезли им улитку. Яблочную улитку, если я не ошибаюсь. Она непригодна. Кстати, вот в пищу. А рапаны довольно вкусная, питательная вода. Вот только рапанов надо есть. Рапанов надо есть. Их очень много. Да. Пожалуйста. Я их в рапанов продаёте или просто показываете, как говорится. То же самое, например, с медузами. Засилие медуз в Азовском море. Ешьте медуз, вы всё съедите. Попробовали их готовить и делали из них мороженое в прошлом году, по-моему, какие-то конфеты из медуз. И они населению понравились. Да, конечно. Они людям... Ну, по крайней мере, эти медузы съедобны. Это просто люди, которые зимой холодятся и... Медузы летом! Классно! Блин, а я что-то вспомнила, как в Великобритании из США случайно завезли этих здоровых серых белок, и они вытеснили полностью всех. Вытеснили местные медузы. Маленьких этих оранжевых белочек. Мы здоровые серые белки. Он шёл вон из нашего лета. Ну, смотри, вот наша европейская белка, а там вот такая... Вот это вот гигантский белки с гусями. Понимаешь, извиняюсь за мой французский. Так вот, когда происходит вот, ну, инвазия преднамеренная или непреднамеренная, ну, действительно, либо подключают людей, которые пробуют съедать, пробуют истреблять своими силами. С яблочной улиткой так и борются. Нет, у нас-то учить много не надо. Она откладывает очень живописные такие кладочки из ярко-розовых яиц, и их очень весело давить. С люди с садистскими немножко наклонности. Алина, я вас боюсь. Знаете, бедные пчёлки не могут опылять ночью давить икру рапанова. Где улиток, улиток? Да, и просто люди давят. Рапанов просто есть. Рапанов есть, медуз есть, гусениц попробовать съесть, если невкусно, просто давить. Но любая обработка не существует. Смотрите, просто есть базовое правило, не существует безвредной обработки. Даже когда вы у себя дома принесли с садового центра или с бау-центра, там, не знаю, горшочек с драциной, бог с ним, и нашли там паутинного клеща, если вы потянулись за акарицидом, это уже наносит какой-то вред. Это уже попадёт в канализацию, это уже нанесёт определённый вред. Ты просто ждёшь, он засыхает, цветок засох. Если честно, я думал, что... Как называется клещ? Ты сказала паутинный клещ, что вы потянулись, к нему он вас укусил, и вот вы человек паутинный клещ. Просто высасываю из растений всю жизнь. Нам для подкаста нужен вот этот мем из Человека-паука. Иными словами, всё это определённо коснётся каждого. Понятное дело, что мы не можем всех спасти, всех облизать и добиться какого-то идеального общества. Мы вас раздаем или съедим. Лозунг экологов. Ну, каждый может внести свой посильный вклад в то, чтобы сохранить или хотя бы не уменьшать популяцию. Алина, человечество. Каждый может выпить сегодня вечером что-нибудь из пластиковой посуды. Короче, не будьте ситхами, не возводите всё в абсолют. Решите сначала проблему локально, малыми дозами. Если это не поможет, тогда уже давите улиток, ешьте рапанов и, соответственно, отравите вообще всё вокруг. Круто. Блин, это обалденно. А вдруг к нам зайдут производители рапанов, понимаешь? Производители улиток. Welcome. Улитки такие. Я, яблочная улитка. Производители рапанов, это кто такие? Это бог или кто? Почему? Мама и папа рапанов. Мама рапана один и мама... Ну, короче, всё. Договоримся сейчас. Скоро. Понятно. Здорово. Мне обалденно. Мне понравилось и обсуждение, и новость действительно важная. Круто. Ну что, пришла пора. Казалось бы, уже... Того, чего мы так долго ждали. Игорь Юрьевич сейчас расскажет нам вообще всё, чтобы все вообще всё понимали. Всё легко. Мои новости действительно всех коснутся. Консенсус прогноз ведомостей. ЦБ вновь оставит ключевую ставку на уровне 16%. Что ещё добавить? Её снижение не стоит ждать раньше лета, уверены эксперты. Можно посчитать, что всякие там разные штуки. Двое из 18 участников опроса допустили повышение на 50-100 базовых пунктов, однако сочли это маловероятно. Скорее всего, повышать не будут, понижать тоже 16%. Я могу вам читать эту скучную новость. Если кто-то вдруг не знает, что такое ставка рефинансирования, ничего, все так за неё трясутся. Если кратко, то это стоимость денег в стране. То есть, если вы приходите за ипотекой к банку, банк эти деньги, если их у него нет, он идёт, занимает их у государства. Занимает он их под 16% годовых, то есть под ставку рефинансирования. Если мы говорим про то, что делать, чтобы экономика не стагнировала, нужно как минимум поднимать её выше ставки рефинансирования. Это просто какие-то чудеса. В общем, что? Чтобы сдерживать инфляцию, все вот эти росты, скорее всего, она останется на уровне 16%. Что это значит для нас? Никаких дешёвых ипотек, никаких дешёвых телефончиков, никаких мотоциклов в кредит. Покупайте на своё, либо за большие деньги. Опять же, есть моменты. Мы и в другом подкасте нашей студии это обсуждали, и в первой части частично этого подкаста обсуждали, косвенно. А это ещё не вся новость. Остались государственные программы, да. Семейная ипотека осталась, айтишная осталась, ну, всячески субсидированная государство. Послушайте, послушайте, другое. Их разворачивают? Их не сворачивают, более того, их продлили. А недавно, у меня просто вот недавно сестра... У нас, знаешь ли, в государстве ничего не сворачивается, продлевается и продлевается до бесконечности. Они брали ипотеку, как раз-таки хотели взять, и им сказали, что они успевают в последний вагон по айтишной ипотеке. Он как раз-таки, ну, муж айтишник, ну, будущий муж. Может быть, меняют условия. И они как бы сказали, что в последний вагон успевать, а менять условия – это то, что может наша государство. Не-не-не. В послании федеральному собранию подняли эту тему и сказали, что как минимум семейная будет продлена. Ну, вот, субсидирование ипотеки будет, потому что, ну, всё равно, учитывая вот эту политику на рождаемость, а концепцию зайки-лужайки никто не отменял, да? Понимаем прекрасно, что если ты живёшь в студии куда-то, что дал бог лужайку, соответственно, пусти на неё зайку. Да, сразу пришёл, а там двойня. Такая вот эта. А почему квартира такая большая? Понимаете, там, ну, трое детей ещё идут к ней. В комплекте. В комплекте. Спасёт ли нас эта игра с ключевыми ставками? Да, подождите, новость вообще не в этом. Новость как раз-таки... У меня никогда нет новостей, которые вот я впрямую зачитал, и всё. У меня их, между прочим, сегодня две. И новость моя сегодняшняя про рост неравенства. Через ключевую ставку я к ней зашёл. Значит, смотрите, прогноз, между прочим, очень незнатных людей. Это аналитики. Рост неравенства – это усиление географического неравенства, в том числе межрегионального и внутреннерегионального. Это мы только про Россию говорим. И рост неравенства между социальными группами. Значит, смотрите, в последние годы уровень неравенства в России сократился, но всё ещё слишком высок. Признал помощник президента Максим Орешкин. Я его, кстати, вспоминал относительно недавно. В прошлом выпуске. Да, вот за 22-й год коэффициент Gini, который принято измерять неравенство в доходах, в России состоял менее 0,4. В 2010 году он был на уровне 0,42. Коэффициент варьируется от 0 до 1, где 0 соответствует идеальному равенству. Для решения проблемы может понадобиться перевод крупнейших госкомпаний в регионы. То есть вот сейчас, смотрите, я не буду читать дальше новость, но до 30-го года правительство подразумевает, что у нас будет рост неравенства в социальных группах. То есть кому-то деньги будут даваться тяжелее, а кто-то станет богаче. Я не знаю, что вам делать с этой информацией. Я не аналитик. Наше дело просто вам, как говорится, накинуть информацию. И вот по прогнозу нашему есть вот две новости. Ключевая ставка не будет снижаться. То есть что это значит? Деньги станут дороже, кредиты и прочее, даже для тех предприятий, на которых вы работаете, кто-то не купит новые станки, кто-то не купит новые компьютеры. Придется все делать за свои. Если вы думаете, ну ладно, я не беру кредиты. Вы покупаете, ну, к примеру, ноутбук. Ну, тоже бывает. Компания, которая покупает товары, чаще всего делает это с неким кредитным плечом. Ну, или так называемый там овердрафт и прочее, прочее. То есть не покупает за свои, потому что деньги очень дороги. Если мы говорим просто про какие-то банальные штуки, ну, в чем проблема? Он купит за свои. Он купит за свои, но он должен подразумевать, что он должен заработать больше, чем, ну, хотя бы ставка рефинансирования. Иначе ему просто выгоднее эти деньги дать в долг. Ну, тому же банку просто положить под 15-14% годовых. Соответственно, товары станут дороже. То есть вот это как раз тот момент, как мы боремся с инфляцией. То есть просто делаем товары более недоступней. Но помноженное на рост неравенства, просто готовьтесь к тому, что если вы богаты, я вас поздравляю, вы станете еще богаче. А если вы такой же, как мы, то... Слушай, мне больше интересна вот эта концепция перевода деятельности государственных корпораций, около государственных компаний в регионы. Ну, это забавно. Чем это поможет? Вообще, ну, как будто бы... Что гидроэлектростанцию к тебе перенесут. По поводу... Ну, нет, тут не про гидро. Гидроэлектростанция все-таки привязана к какому-то географическому объекту. Ну, поэтому я и упомянул. Ирония. Ну, так плюс у нас крупнейшие компании в стране... Сарказ моё проклятие, простите, пожалуйста. У нас крупнейшие компании в стране — это добывающие компании, это ресурсы, это всякие сибуры, это газпромы и прочие вещи. Их не перенесешь в Краснодарский край. Ну, приедут, тебя пробурят. То есть алмазные добычи всякие... Ты можешь ввести бэк-офис в Краснодарский край. Ну, бэк-офис, а чем это... Пускай бухгалтера, юристы же с ним шпилькуют. А чем это поможет? Это какое-то... Это же не будет, ну, это эти деньги, допустим, да, как физически этот капитал, условно, будет находить на счетах или что? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, смотри. Вот если мы говорим, знаете, когда-то я был в Калмыкии. Очень многие южане такие, о-о-о, Калмыкия. А потом ты говоришь, слушайте, ребят, между Краснодарским краем и Калмыкией практически там общая граница. И все такие, да ну. И такой, ну да. То есть есть общая граница между Калмыкией и Краснодарским краем. Если вдруг кто-то думает, что Калмыкия — это Сибирь, нет, Калмыкия — это вот, ну, где-то недалеко от Краснодарского края. Есть тепной регион, вообще не такой. Да, и вот, знаете, уровень достатка там. Мы можем говорить про медианные зарплаты, про средние зарплаты, но, ох, ну, знаете, те, кто не ездил по России, я бы вам советовал поездить, потому что, опять же, повторюсь, в тысячный раз, сколько бы мы здесь ни ругали и прочее, прочее, это удивительное место, оно прям прикольное. То есть я больше чем уверен, что у нас все наладится и все будет хорошо. Вопрос в том, что когда ты приезжаешь в эти регионы, ну, послабее, чем у нас, ну, то есть чем у нас в Краснодаре, победнее, попроще. И вот как раз тот момент, что если ты перенес бы к ним головной офис магнита, и у людей появилась бы работа там, ну, условно, на 100, на 200, на 300 тысяч рублей, они бы стали, ну, позажиточней. А есть регионы, в которых вы не поверите, в которых просто настолько много жирных работодателей, что они вынуждены завышать зарплаты. И просто давайте сравним Москву и Элисту. То есть мы сравним среднего москвича и среднего там тувица какого-нибудь. То есть понятно, что... Ну, это нерелевантное абсолютно сравнение. В зарплатах, я имею в виду. Мы сравниваем в зарплатах и в достатках. Да, и вот как раз-таки о том и речь, что если эта госпрограмма удастся, и мы повезем, от жирных регионов не убудет. То есть если в Краснодаре исчезнет, ну, скажем так, магнит, да, наверное, это все-таки весомая штука, но если... Про тандр я говорю. Но если из Краснодара уйдет какая-то, ну, относительно крупная компания и придет с бэк-офисом туда, ну, даже с наличия тысячи, там, полутора тысяч рабочих мест с хорошей среднероссийской зарплатой, ну, то есть я говорю, там, 70, 80, 100... Ты знаешь... Это же уже сделает погоду в регионе. Ну, слушай, я тут с тобой не согласна, знаешь, по какой причине. Во-первых, очень часто... Потому что я пчелок твоих тронул, да? Да, господи, нет. Смотри, статистически, может быть, если туда приедут, условно, мы берем Тандр или мы берем, не знаю, Сибур, Сургутнефтегаз и закидываем в еврейскую автономную область. Статистически зарплаты в еврейской автономной области, допустим, зарплата продавщицы в магазине «Заря», в честь которого названа остановка, и зарплата топ-менеджера в каком-нибудь Сибуре, у них будет там медианная средняя зарплата тысячи миллионов. Как мне не смешать, что ты ему денег забросила в еврейскую автономную область? Нет, нет, нет. Это случайность. Это, короче, вот этот вот пример, что кто-то ест мясо, стейки, кто-то ест капусту, в среднем они оба едят голубцы. Вот, Алина, смотри, вот здесь очень важный момент. Вот ты его сейчас должна уловить, когда я говорил про макроэкономику и про то, как это работает. Если этот человек будет приходить в магазин «Заря» и просить продукты не в долг, а покупать там красную икру и прочее, и они что, выкинут ту самую тетрадку, куда долги? Да. То есть они эти три миллиона будут... Если мы, скажем, берем ассортимент, давайте так, вот если мы говорим, допустим, про внутренний туризм, да, то есть если этот человек условно там получает, давайте вот не вдаваться в крайности в три миллиона, а вот вдаваться в то, что вот они получали там условно 50 тысяч, а стали получать 120. Это тот человек, который сможет пойти там на какой-нибудь свой местный строительный рынок и купить уже стройматериалов и прочее, прочее. Просто денег в регионе становится фактически больше. Я хотела сказать о том, что ты говоришь о создании рабочих мест. Из этого уравнения нельзя выкидывать специалистов. Откуда? В еврейской автономной области условно. Возьмутся евреи? Нет. Ну или где-нибудь в глухом месте, каком-нибудь отдаленном, возьмутся топ-менеджеры, специалисты, которые шарят там, что им нужно. Аджайл, скрам какой-нибудь или технологии обработки сложных там... Ну слушай, с другой стороны... Корнообрабатывающей промышленности. Слушайте, вот только сегодня новость появилась, ты сейчас продолжишь, вот про разрывы, вот все вот эти. Просто добавлю, что путевки в детские лагеря Красноярского края выросли в цене практически на 50%. Ну продолжай. Это просто вот, ну, это просто к сведению, да, что, ну, дороже становится. Ну да, ситуация с квалифицированным персоналом, она тоже очень важна. Я не думаю, что возьмутся в это, если мы даже просто принесем, она будет стоять и просто генерировать деньги. Я как раз хочу про это рассказать. Правда, конечно, не большая добывающая компания, но тем не менее, у меня в какой-то момент молодому человеку предлагали работу, и была ситуация такая, что компании в Краснодаре еще нет. Она должна была открыться спустя полгода. И они его приглашали приехать поработать в Москву, чтобы он вернулся в Краснодар уже сразу на должность менеджера, потому что им нужен был человек здесь на месте, но который бы разбирался во всех процессах. Они говорят, нам москвича вести невыгодно. Это хорошо, но я думаю, опять же, сравнение не сильно релевантное, потому что Краснодар всё-таки крупный город, и в целом здесь достаточно квалифицированных специалистов. Если мы говорим о том, чтобы поднимать экономику какой-нибудь ТВ или, не знаю, чего-нибудь еще подальше, поотдаленнее, не знаю, Якутска какого-нибудь, то откуда там возьмутся высококвалифицированные менеджеры, специалисты? Но если там не будет предприятий, их будет неоткуда взяться. Это как будто бы парадокс такой. Нет предприятий, нет специалистов. Вот я об этом парадоксе и говорю. Не возникает ли он? Мне кажется, что очень даже возникает. С другой стороны, опять же, по противоречию сама себе, есть такое явление даже вот в политологии, как чёрный рыцарь, белый рыцарь. Условно, если есть какое-нибудь крупное государство, которое ведёт какую-нибудь агрессивную политику, или, не знаю, наоборот, есть крупное процветающее государство, которое создаёт прекрасные условия для своих граждан, оно положительно влияет на своих соседей. То есть окружающие эту страну, страны поменьше, тоже будут перенимать какие-то хорошие экономические привычки. Золотая антилопа просто бьёт копытцем, оттуда сытятся нефтедоллары, и все такие... То же самое с обратной стороной. Если какая-то большая страна в разрухе, в диктатуре и прочих вещах, то соседние, более маленькие и более слабые соседи, соседние соседи, извините, за тавтологию, тоже превращаются в маленькие диктатурочки такие. Заражаются этой историей. В силу её слов хочу привести Северную и Южную Корею. Два соседа живут практически одинаково. Там... Это немножко другая ситуация. Здесь я говорю про масштабы. Сарказм, проклятие Игоря Юрьевича, понимаю. Я не выкупаю сарказм. Займите мне, пожалуйста, два нефтедоллара. У них всё нормально. У одних кей-поп, у других кей-поп тоже. Полный. Полный кей-поп. Полный кей-поп, да. Ким-поп. Одной большой ким-попой накрылась вся страна. Ладно. Так вот, возможно... Все тебя же они вычислят просто. Да, подожди. К чему это я? К чему это я? Да, к чему это ты? Если обратная сторона этой истории, да, у нас есть этот парадокс неразрешимый, казалось бы, либо завозить специалистов, либо как-то их генерировать. Но, опять же, крупная компания действительно может стать таким белым рыцарем, который принесёт в чёрный регион, возможно, какие-то даже с неквалифицированных рабочих мест. То есть тоже нельзя, ну, выкидывать за борт эту историю, когда человек приходит на какую-то простую там позицию и вырастает потом внутри компании, да, каким-то образом. И так формируется культура. Плюс есть ещё такое. Мне вспомнилась одна история. Это нью-йоркская статистика была, что в менее освещенных районах, если на улице, короче, были выбиты стёкла в зданиях, если были там граффити, граффити, бог его знает, рисуночки на стенах, короче, на скальной живой. Если не было освещения, то это создавало даже в относительно благополучном районе криминогенную ситуацию. И район начинал просто жить хуже и скатываться в какую-то жопу. И, соответственно, в тех районах, где просто ставили новые окна и убирали разрисованные стены, закрашивали, приводили в порядок. Больше никто не рисовал ничего на стенах. Не рисовали на стенах. Пока не пришёл Бэнкси. И снижалась криминогенность района, она просто падала в разы. То есть даже вот внешне, если принесёт условно эта компания прекрасная, какие-то чистые газончики, начнёт там построить детскую площадочку, какую-нибудь меценат, тоже не будем выбрасывать за борт эту историю. Потому что многие компании занимаются социальными какими-то активностями в рамках там ESG и прочих вещей. Создают там какие-то детские садики для детей сотрудников и прочие мероприятия. Это всё тоже должно благостно сказаться на регионе и каким-то образом улучшить немножечко обстановку как экономическую, так и социальную. Ну, одно дело, когда вы в запустении живёте, там у вас перекати поле одно, катаются унылое, и два алкаша просто дерутся за тетрадку, чтобы выбросить её из магазина Заря. Другое дело, когда у вас есть какая-то активность, вменяемая в регионе, и... И вы травите жуков истицидами. Ну, опять же, и тогда молодёжь тебе... Конечно. Молодёжи, понятно, ради чего куда-то идти и развиваться, потому что есть какая-то перспектива. Когда она всё-таки у тебя под боком, это более показательно, чем, ну, где-то там в Москве за несколько тысяч километров. Можно, конечно, попробовать поехать, но, скорее всего, у меня ничего не получится. Я вернусь обратно сюда, ну, типа в гаражах. Ой, мне сразу вспомнился стендап Аэропетова, где он говорит, возвращайся обратно в Тулу, а там люди с вокзала не уходили. На раз, два, три. Мы же говорили, мы же говорили, мы же говорили. Обожаю этого пацана, он на моего брата чем-то похож. Ну, короче, смысл такой. Делайте хорошо, не делайте плохо. Да, как всегда в нашем подкасте. Просто наш любимый вывод. Всё очень амбивалентно, всё имеет две стороны, нет ничего чёрного и белого. Просто как мудро. Кроме логотипа нашего подкаста. Да. И как я и говорил, что бедные станут беднее, а богаты богаче. До 30-го года таков прогноз. В общем, господа, дамы, очень здорово. Мне крайне понравился наш двухсерийный марафон. В рамках подкаста это коснётся каждого. Безумно интересно было. Дискуссии, мне кажется, удались. Надеюсь, нашим слушателям и зрителям также это понравилось. Посмотрел на Диану, сказал, удались. Нормально, вырвал из контекста, как говорится. Поэтому, если вы хотите и дальше слушать такие потрясающие каламбуры, обязательно оставайтесь с нами, слушайте следующие выпуски, смотрите следующие выпуски. Пока-пока, счастливо. В смысле, а с нами попрощаться? Чё ты со зрителями попрощался? Пока, Паша. Ну, очень официально. Удачно тебе съездить, куда бы ты ни ехал. Спасибо, спасибо большое. Вернёмся через неделю, но для нас это будет целые две недели ожиданий. Да. Всем пока. 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 Субтитры подогнал «Симон»!